Вот так сейчас выглядит один из участков Володарского шоссе. Здесь активно работает строительная техника. Безусловно, эта дорога является одной из самых проблемных в округе. Активная застройка новых микрорайонов привела к тому, что в час пик здесь образуются пробки, в которых стоят и владельцы автомобилей, и пассажиры общественного транспорта. Но скоро все должно измениться. С 15 сентября был проведен конкурс. Определена специализированная организация, которая будет проводить эти работы. На данной этапе до 1.04 подрядная организация обещает сделать уширение до 6 полос. Подумали и о тех, кто добирается в Москву на маршрутках и автобусах. По словам Андрея Пальтова, после расширения Володарского шоссе до 6 полос, здесь появится выделенная полоса для общественного транспорта. Одна из трех, которые планируется организовать в округе. На Володарке 6 полос, 2 полосы будет общественного транспорта в одно направление, в другое направление. И остается 4 полосы именно для автолюбителя автомобиля. Но это только часть комплексного развития дорожной сети в этом уголке округа. Выделенная полоса для общественного транспорта появится и далее на Каширском шоссе. Есть планы по устройству выделенной полосы вплоть до Москвы. О чем в недавнем интервью нашему телеканалу сообщил глава округа Алексей Спасский. Есть понимание, что необходимо не только реконструировать Володарское шоссе, но и Каширское дом Када. Потому что если там автобус приедет и встанет где-то в районе Каширского шоссе, ну, собственно говоря, это мало кому интересно. В ближайшее время состоится совещание с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на котором Алексей Спасский планирует обсудить этот вопрос. Тогда станут понятны окончательные сроки проведения работ. Еще одна выделенная полоса появится в микрорайоне Бутово-парк 2Б на новом шоссе. По новому шоссе нет прямого выезда с нового шоссе на Варшавку. Там стоит кирпич. И общественный транспорт и жители, они все время пользовались дублером Варшавского шоссе. Поэтому в этом году мы реализуем до сентября месяца 2022 года прямой выезд по полосе общественного транспорта на Варшавку. Все эти проекты предварительно планируется реализовать до сентября нынешнего года. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ